Уже в третий раз стартовал фестиваль «Запорожские врата». Он объединил участников из многих городов Украины и из-за рубежа. Они здесь представили более 150 автомобилей разных эпох. От классического «Запорожца» до «Холсмана» 904 года выпуска. Посмотреть на чудеса автомобилестроения прошлого века собралось огромное количество людей. Для проведения такой ретро-выставки не помешала даже плохая погода. Сегодня утром все перепугались, потому что был дождь, был ливень. И думали, что все пропало, никто не придет. Представьте себе, все готово, все вложено, все сделано с душой. И идет дождь. Но это было испытание. А сейчас солнце, я в очках даже. Пришли люди, все довольные, эмоций масса. Александр не только сорганизатор фестиваля, но и участник. Рено, Фольксваген, Жук, Фольксваген Т2 – эти автомобили давно в его коллекции. И побывали не на одной выставке. Ей среди экспонатов и дебютант – белый 115-й «Мерседес». Эта машина, которая была одна из первых «Мерседесов» уже в таком кузове. Когда она вышла, это был фурор. Фурор в Европе. Она была в рейтингах на первых местах везде. Эта машина выпуска 1972 года. Она, ну как вам сказать, что она крутая, это ничего не сказать. Это супертачка. Кроме эксклюзивных машин, здесь целый ряд запорожцев, москвичей и жигулей. Все они на ходу. Привлекает внимание и коллекция Запорожского музея техники «Фаэтон». Его представители на фестиваль привезли пять автомобилей. Это легендарное лондонское такси и «Шкода 12L». Фольксваген Илтис и военный автомобиль, который стоял на вооружении у немецких военнослужащих. Один из новых экспонатов нашего музея «Фаэтон» – это знаменитый мини-купер образца 1966 года. Автомобиль очень знаковый. Точно такая же машина в свое время, в том же 1966 году, выиграл знаменитый ралли «Монте-Карло». Наиболее раритетные машины представил автоклуб «Александровский». В центре внимания красавец «Роллс-Ройс Фантом». Кроме запорожцев, участниками фестиваля стали гости из Киева, Одессы, Мариуполя. Были и посетители, которые преодолели немало километров, чтобы попасть на ретро-выставку. Это ребята из Сталина, представители эстонского «Волга-клуба». Имра и в Запорожье уже в пятый раз, но в этом фестивале участвуют впервые. Эмоции такие по-технически. Очень разные вещи идут посмотреть, поскольку у нас эти фестивали, так-то не все виды техник. У нас только легковышки и советские, одна выставка, другой город маленькая, типа иностранцы или мототехника, а тут такой общий круг на стадионе. Так что эмоции, как есть украинские. Мы такие скромные, что для нас это все очень ярко. Любовались чудесами автопрома запорожцы и гости города на протяжении двух дней. Продолжение следует...